Здравствуйте! Я приветствую вас в эфире телерадиокомпании ГРТ. На ваших телеэкранах программа «Обсуждаем вместе». Меня зовут Ирина Караман. Летние каникулы – это время, когда дети получают свободу от учебы и наслаждаются играми на свежем воздухе. Однако с увеличением активности детей в летний период родители должны уделить особое внимание безопасности своих детей. О том, как обезопасить своих детей в летний период, о том, как обезопасить свое жилье во время летних отпусков, как чувствовать себя в безопасности, когда ты решил провести свой отпуск за границей. И не только об этом и другом. Сегодня мы поговорим в рамках нашей программы. Сегодня у нас в студии Георгий Горелко, старший субофицер управления патрулированием «Юг». Здравствуйте! Здравствуйте! И Владимир Якимов, старший офицер службы предупреждения управления полицией Гагаузии. Здравствуйте! Здравствуйте! Уважаемые гости, конечно же, меня как маму в первую очередь волнует тот вопрос, как обезопасить детей в летний период. Это главная забота каждого родителя. Вот какие бы вы все-таки советы рассказали нашим телезрителям, родителям, которые посмотрят наш сегодняшний выпуск? Я думаю, что и дети тоже нас посмотрят. Ну, я бы хотел сказать, что да, дети остаются в летний период сами по себе. Но для того, чтобы их как-то обезопасить от улицы, мое мнение и мнение вообще сотрудников полиции, для того, что они должны быть постоянно под присмотром. Если они выбегают на дорогу без взрослого человека, то необходимо это немедленно пресекать, переходить в дорожное покрытие в положенных местах. Если ездить, кататься на велосипедах, то в установленных определенных местах. Купаться в водоемах у нас, в принципе, запрещено во всех водоемах, но даже в бассейнах, то, что имеется у нас в нас населенных пунктах или дома, то только под наблюдением взрослых. И совет самим детям, не игнорируйте слова взрослых. И даже когда дети переходят дорогу по всем правилам, казалось бы, в установленном законном порядке, по правилам всех дорожных движений, у нас, к сожалению, все равно случаются неприятные моменты. Один из них был совсем недавно, в населенном пункте Керсова. Расскажите, пожалуйста, Георгий, без таких подробностей, для того, чтобы не... Давайте я вначале добавлю, что сказал мой коллега. Я бы хотел обратить внимание вначале родителей, чтобы они сами начинали обучать детей, как правильно переходить дорогу. Подходить к дороге, смотреть направо, в правую сторону. Нету машин. Только в этом случае переходить дорогу. Ни в коем случае не выбегать, либо играть возле дороги. Мы также проводили перед каникулами обучающие уроки в школах, в начальных классах. Объясняли, как правильно кататься на велосипедах, где положено, где не положено, как правильно переходить дорогу. Также хотел обратить внимание на водителей, как и в случае с Керсова. К сожалению, многие водители выезжают на обгон в неположенном месте, возле пешеходных переходов. Соответственно, перед их транспортным средством стоит другое транспортное средство, которое пропускает пешехода, а некоторые водители, не соблюдая скоростной режим, либо игнорируя дорожные знаки, обгон запрещен, а также пешеходный переход, выезжают на встречную полосу. И, к сожалению... Страшная ситуация, конечно. Какие основные правила дорожного движения должны знать дети? Самые основные, давайте про них поговорим. Элементарные, самые основные. Самые основные, как правильно переходить дорогу, где можно переходить дорогу только в положенных местах, как управлять велосипедом, не держаться, без рук управлять, либо одной рукой управлять. Как правило, не должны быть одеты в светоотражающие жилеты обязательно, чтобы другие водители транспортных средств замечали их на дороге издалека. Также быть подетыми в шлемы, ну и в лучшем случае в наколенники, подлокотники для изжимания. Среди безопасности. К этой теме мы еще также вернемся. К сожалению, сегодня у нас в студии нет представителя ОЧС, но я хочу отметить, что ваши коллеги также ведут работу, анонсируют жителей. И так как по прогнозам синоптиков в ближайшее время нас ждет повышение температуры, воздуха, о правилах поведения в жару тоже должны знать не только взрослые, но и дети. Мои коллеги, наша съемочная группа подготовила сюжет на эту тему. Внимание на экран. Меры предосторожности в жару. Знаете, что в летний период проводится профилактика утоплений, чтобы люди купались в специально в определенных местах и так далее. Хорошо. Заодно вручаем вам памятки, чтобы вы изучали. Лето – жаркий период, когда хочется освежиться и искупаться в водоеме. Однако это время сопровождается ростом числа несчастных случаев на воде. Именно поэтому важно соблюдать простые, но важные правила во время купания. Категорически запрещается купаться в необорудованных местах водоемов, в водоемах с неизвестным рельефом. Запрещается прыгать с дамб, мостов, воду. Запрещается заходить в воду в нетрезвом виде. Особое внимание следует уделять родителям. Следить за детьми во время игр в воде. Не отпускать одних к водоему, даже если они умеют купаться. Конечно, мы сейчас живем в такое время, где везде можно о них узнать. В интернете, в телефоне, в бумагах, газетах, везде. Мы о них знаем. Мы, конечно, используем. Прежде всего, сюда прийти. И желательно, чтобы все, которые приезжают отдохнуть или просто порыбачить, взяли бы и то же самое, были внимательны. Заместитель начальника регионального управления чрезвычайной ситуации Гагаузии Федор Чабан напоминает, что ни один из водоемов автономии сегодня не пригоден для купания. Практически во всех озерах нашего региона категорически запрещается купаться. Разрешается купаться только в специально отведенных для этого местах. Это бассейны, где вода чистая, соответственно, не так глубоко и можно уследить за детьми. С начала этого года в Гагаузии уже произошло два несчастных случая. Утопление. Совсем недавно в водоеме Вулканижского района погиб 26-летний парень. Спасатели также рекомендуют соблюдать и правила противопожарной безопасности. Хотелось бы порекомендовать людям, во-первых, чтобы не жгли сухую траву, категорически, даже если и сжигают, то только на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений, так, чтобы огонь не перегрел. Ветреную погоду тоже категорически запрещается сжигать, так как угольки могут перекинуться на соседние здания. Если у людей, у соседей складывается сухий карман, так же может произойти пожар. За указанный период в результате таких пожаров пострадало около 50 гектаров сухой растительности. С начала уборочной кампании произошло 5 пожаров и на полях озимых. Простые правила помогут избежать последствий жары и сохранить здоровье, так же считают спасатели. Избегать солнечных лучей и находиться под солнцем с 11 часов до 17, это в часы пик. Употреблять как можно больше воды, это около 1,5-2,5 литров в день воды. Надевать одежду, свободную одежду из натуральных тканей и носить головные уборы. Когда дневные показатели поднимаются выше 35 градусов, сотрудники Управления чрезвычайной ситуации совместно с местными властями устанавливают палатки для защиты от жары. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обратиться за помощью по номеру 112. Мария Статова, Вячеслав Коса, Мария Казаку, Новости ГРТ. Итак, мы возвращаемся в студию. Уважаемые гости, наверное, следующий мой вопрос будет адресован вам. Владимир Ильич, скажите, пожалуйста, какие опасности могут возникнуть при игре на дороге? Дети часто это делают, играют на обочине, либо выбегают, знаете, во время игры? В основном опасность это дорожное транспортное происшествие. То есть водитель, не ожидая того, что ребенок выскакивает на проезжую часть, неумышленно может зацепить ребенка. Это так же, как и игра в мяч. То же самое, выбегают, играют в неположенных местах, выбегают на проезжую часть, и случаются такие неприятные моменты. Владимир Ильич, вы пришли к нам с огромным количеством брошюр, да? Да. Памятки, я вижу там. Когда вы их раздаете, и что именно в них написано? Какую они несут информацию? У нас сейчас начался летний сезон. Одна из брошюр, это у нас люди, много любителей мотоциклов. Вот брошюра, водите осторожно на двух колесах, выбирайте жизнь. Это что касается мотоциклов и велосипедов. Есть брошюры по безопасности на воде, потому что люди у нас в такую знойную жару, чтобы не сидеть дома, выходят или в бассейн, или уезжают за границу на моря, отдыхают там, и правила поведения на воде. Такие брошюры мы тоже раздаем. То есть не только управление чрезвычайных ситуаций, но и вы также информируете население, да? Мы тоже, да, информируем. Кроме того, часто у нас люди выезжают за пределы Республики Молдову, отдыхают, оставляют наши дома, вернее, свои дома без присмотра, или, когда потом приезжают по месту, жительство обнаруживает, что у них хищение идет. А давайте поговорим с вами вот о том, как обезопасить свое жилище во время того, когда человек отправляется в отпуск. И не только. Ведь, насколько я знаю, по последним информациям, которые есть в СМИ, что у нас участились случаи, как раз именно краж во время летних отпусков. Если не так, управьте меня, Владимир Ильич. Есть такие моменты. Статистика нам говорит о том, что они есть, но они по сравнению с прошлыми годами значительно ниже, потому что... Это радует. Да, это очень сильно радует. Мы раздаем брошюры, информируем людей, как обезопасить свое имущество. Люди, некоторые, понимают и придерживаются наших мнений. То есть они устанавливают сигнализации, видеонаблюдение, свет, когда я вот... Как правильно объяснить? С датчиком движения. То есть, когда они уезжают за пределы своего дома, они об этом сообщают своим самым близким, чтобы они присматривались за этим домом, ставят на сигнализацию. Ну, бывают моменты, когда сигнализация не срабатывает, но есть добропорядочный сосед, который всегда может помочь. И заблаговеренно сообщает об этом правоохранительным органам или самому владельцу. Владимир Ильич, вы знаете, вот я не была на территории Республики Молдова и на количество лет и по возвращению обнаружила на одном из домов города Камрад такую табличку. Наверное, акция была такая, да? «Бдительный сосед» это важно и нужно. Или что-то типа такого весело. «Соседское наблюдение». «Внимание, соседское наблюдение». Почему сейчас не практикуете? А может быть, практикуете? Я задаю вопрос. Ну, данная программа еще и она действует. Но кроме соседского наблюдения есть у нас внимание дети, внимание бабушки, помогите детям. Много компаний есть, которые полиция проводит не только своими силами, силами волонтеров и других социальных помощников. Это здорово, я хочу отметить, потому что на самом деле я была приятно удивлена. Владимир Ильич, еще один такой вопрос у меня к вам будет. Человек, который планирует свой отпуск за границей. Какие основные правила нужно ему помнить, будучи в отпуске не на территории Республики Молдова? Ну, в первую очередь, человек, когда выезжает за пределы Республики Молдова, он должен ознакомиться с хотя бы приблизительно с законодательством и той страны, как себя вести и не только законодательством, но и этикетой. Потому что может попасть в неловкую ситуацию и даже вплоть до того, чтобы заплатить штраф или может подвернуться аресту. Были такие случаи курьезные, не называя имен и фамилии, вот что-то, если вы вспомните? На моей памяти я не помню, честно. Не было, да? Значит, все изучили? Скорее всего, да. Были моменты, когда штрафуют людей за то, что в сильном алкогольном опьянении начинают дебошировать или появляются в этих облюдных местах в непристойном виде. То есть полголый, раздетый, особенно это распространено в Турции. Есть моменты, даже вот я читал на прошлой неделе, что в одной из стран запрещено жевать жевательную резинку. Есть такие страны, да. Да, подвергаются штрафу. Поэтому турист, когда едет туда, он должен знать. Можно, но даже запрещено. Даже некоторые жесты, Владимир Ильич, которые означают у нас что-то хорошее, может быть, в нашей стране, в других странах могут воспринимать по-другому. Так же хотелось бы сказать, что когда вы езжаете за его пределы, нужно предупредить своих родственников, куда вы едете, где вы примерно будете находиться, когда вы намереваетесь вернуться назад. и контактный телефон гостиницы, где вы будете находиться там, с собой. Деньги в гостинице ни в коем случае не оставлять, и документы. Но оставлять их в сейфах, чтобы не было курьезов кражи за границей. Документы то же самое. С собой, когда идете гулять по населенному пункту, иметь постоянное удостоверение личности, чтобы в случае конфуза не возникал момент, что для установления личности вас могут задержать на 3 часа и будете сидеть в ожидании. Подтверждать свою личность непонятно как, если у вас нет. Если у вас нету, не хотите брать оригинал, берите с собой копии документов, чтобы они были у вас постоянно с собой. В том числе и путевка, чтобы у вас была копия путевки, чтобы с собой постоянно находилась. Да, чтобы подтвердить нахождение, да? Да. И рекомендация такая, нужно воздерживаться от употребления от прохладительных напитков или угощения от посторонних лиц, которые вам не знакомы. Потому что вам могут подмешать легкие психотропные или какие-либо другие вещества. У чего себе? С целью или похищения, кражи, грабежа, имущества. Да, и в отношении женщин, да, и мужчин, можно так сказать, и сексуального насилия даже. Поэтому будьте внимательны и не пейтесь с незнакомыми людьми. Я хочу отметить для наших телезрителей, что телерадиокомпания ГРТ против употребления алкогольных напитков и также морального поведения. Но по новым правилам СТР я должна это говорить. Скажите, пожалуйста, какие меры предпринимаются инспекторатом полиции для предотвращения дорожно-транспортных происшествий? Основные? Основные проводятся в первую очередь информационные кампании с целью ознакомления правилами дорожного движения ввиду того, что постоянно есть изменения в правилах дорожного движения. Многие водители, к сожалению, не следят за новыми изменениями и в большинстве случаев новые правила разнятся, отличаются. проводятся информационные кампании, после чего проводим профилактические мероприятия, именно рейды по выявлению нарушения правил дорожного движения. А есть ли у вас какая-то статистика? Статистика дорожно-транспортных происшествий у меня есть. По сравнению за прошлый год и за этот год по дорожно-транспортным происшествиям по травмированным идет спад, но в прошлом году было 31 человек травмированный, в этом году 23. Но, к сожалению, из-за двух трагических дорожно-транспортных происшествий по смертям у нас рост. Это я имею в виду по автодороге М3, которая произошла. Человек был в плохом психофизическом состоянии, именно уставшим. Уснул за рулем, выехал на встречную полосу, совершил столкновение с другим транспортным средством. Транспортные средства воспламенились и унесли жизни четырех человек. Также в Тамайе тоже четыре человека погибли из-за несоблюдения дорожных травм. Чаще всего по какой причине происходит дорожно-транспортное происшествие? Чрезмерно высокая скорость, обгон в неположенных местах, нарушение дорожных знаков, разметки. Несоблюдение правил дорожного движения. Да, несоблюдение правил дорожного движения. Самое главное элементарное правило дорожного движения. Да, к сожалению, элементарное. Это выезд либо на повороте на обгон, либо на возвышенности, где ограниченный обзор. Ну и управление в состоянии алкогольного и опьянения. Правил безопасности много, но если приучать детей к безопасному поведению с малых лет, это войдет в привычку. Тут важен личный пример каждого члена семьи и не только. Дети, которые посещают детские сады, также ознакомливаются с правилами поведения на дороге или в общественных местах. Мои коллеги также подготовили сюжет на тему того, как сотрудники УЧС в детском саду показали детям пример. Уважаемые коллеги, вы видите, пожалуйста, на экран сюжет сотрудники УЧС в детском саду. Сценарий включал в себя несколько этапов. Вначале в пищевом блоке детского сада возникло импровизированное возгорание, сработала система оповещения, началась эвакуация детей и сотрудников. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации пожара. Слаженные действия команды позволили быстро справиться с огнём. Однако не все смогли покинуть здание самостоятельно. По сценарию учений в одном из помещений оказались заблокированными сотрудник и ребёнок. Спасатели немедленно приступили к их поиску и эвакуации. Используя специальное оборудование, они смогли быстро добраться до пострадавших и вывести их в безопасное место. И как же здорово, когда среди команды спасателей может оказаться родной дядя. Помощь может понадобиться и самим спасателям. Чёткие и слаженные действия показали сотрудники УЧС во время ещё одной импровизированной ситуации, которая вполне возможна в реальных условиях. На 100% мы всегда друг другу уверены, потому что друг друга всегда прикрываем. Работа это миссия это часть моей жизни. Детки чтобы всегда берегли себя, родители берегли деток и чтобы были в безопасности. Если что, всегда мы будем рядом. Специалисты УЧС провели для детей и сотрудников детского сада лекцию о правилах поведения при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Они рассказали, что делать при обнаружении огня и почему важно не паниковать. Такие знания могут быть решающими в реальной ситуации и помогут чувствовать себя более уверенно. Чтобы они также имели практическое представление и навыки по отработке эвакуации детей, потому что это очень важно до прибытия наших подразделений аттестованных спасателей и пожарных, чтобы персонал учреждений самостоятельно смогли организовать и провести эвакуацию детей. Самыми яркими моментами для детей стали демонстрация пожарной машины и оборудование, которое используется спасателями. Дошкалята с интересом рассматривали пожарные шланги, гидравлические инструменты, каски и другие элементы снаряжения. Дети с восторгом примеряли каски и задавали спасателям вопросы. И даже поливали водой из пожарного рукава. Мне очень понравилось. Пожарные очень крутые, всех спасают. Сотрудники управления чрезвычайных ситуаций охотно отвечали на все вопросы, объясняя, как работает та или иная техника и в каких ситуациях она применяется. Привезти пожарных, во-первых, в место пожара, привезти огнетушащие вещества. Что у нас здесь? Водичка есть внутри. Водичка. А водичка у нас для чего? Для подседания. Молодцы. Правильно. Подобные мероприятия способствуют формированию у детей правильного отношения к безопасности и необходимости строгого соблюдения установленных правил, уверена, менеджер детского сада номер 5 Елена Патроман. От многих подготовительных старших групп деток мы слышали такие реплики, что я хочу быть пожарником, я хочу спасать. Спасибо нашим ребятам, пожарникам за сегодняшний день. И, конечно, пусть будет меньше настоящих пожаров, пусть это проходит только в учениях. Во время учебной операции поступило сообщение о пожаре, о настоящем пожаре. Секундная готовность и отряд пожарных уже в пути. Вот с такими эмоциями дети встретили такой урок в игровой форме и в игровой форме уверена они получают информацию быстрее, она им запоминается надолго. Но я знаю, Владимир Ильич, что и у вас 14 мая проходила акция, которая также несла в семье информирование. Да, у нас была интересная такая встреча с детьми. пригласили детей с детского учреждения номер 5, где показали как полиция работает, показали как работает собака служебная, показали наше оборудование, спецтехнику. Детям очень сильно понравилось, они даже посидели в кресле у начальника управления полиции. Были очень сильно в восторге. Я предлагаю, прямо из детских кровей воспитывать нормальных людей, чтобы они были законопослушными и служили своему государству. Георгий Георгиевич, скажите, пожалуйста, какие самые частые нарушения среди водителей? Превышение скорости движения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, нарушение дорожных знаков, разметки, также имеется непропуск пешехода на нерегулированных дорожных переходах. Еще один вопрос у меня есть. Скажите, пожалуйста, какую максимальную скорость фиксировали камеры в этом году? В городе или на трассах? В этом году... Может, помнить? Максимальная какая? Лихачи? Помню, в прошлом году лично я зафиксировал в городе Камрад по улице Ленина 124 км в час. При норме? При норме 50. Почти в 3 раза? В 2,5 раза? А на трассе где-то? На трассе в районе 140-150. На вашем опыте многолетнем самая большая цифра какая была? 145? Нет, 160. Только в районе 160. Да, лихачей у нас много. По сравнению с Кишиневым у нас чуть поменьше. А в Кишиневе какие цифры? 180, 200. Водители нарушающих правила дорожного движения теперь наказывают строже. Увеличены штрафы, насколько мы знаем количество штрафных баллов увеличено. Перечислите, пожалуйста, то, что помните сейчас. Были изменения за непропуск пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. На данный момент штраф составляет от 1,5 до 1800 клей с начислением 5 штрафных очков. Также внесли изменения о том, что повторное совершение в течение календарного года непропуска пешехода аналогичного нарушения. водитель привлекается к ответственности со штрафом в размере от 2250 лей до 2500 лей с приостановлением специального права управления транспортными средствами от 30 до 45 дней. Георгий Георгиевич, а вот что говорят мне всегда это интересно знать? Что говорят сами водители, когда вы их останавливаете за превышение скорости? Осознанно они это делают или неосознанно? Что движет в момент такого поведения на дороге водителям? Многие водители ссылаются за то, что они опаздывают поздно, им надо куда-то либо в аэропорт, либо в больницу, как все у нас все спешат в больницу, либо с больницы, либо в аэропорт. Многие говорят, что не обратили внимания на спидометр, хорошее, если дорожное полотно позволяет. Многие ссылаются на невнимательность. А вот какие меры принимаются по отношению к тем, кто систематически нарушает правила дорожного движения и чаще всего одни и те же, допустим, если говорить о превышении скорости? Согласно правилам дорожного движения начисляется по всем статьям начисляется не только штраф, но и штрафные очки. То есть, в течение полугода, если водитель накопит 15 штрафных очков, у него лишается специальное право управления транспортным средством. Насколько? сейчас изменения там первые в течение календарного года 30 дней, если повторные в этот же период уже все больше и больше 45 и тому подобное. По превышению скорости движения более 60 км в час допустимым уже идет также штраф и лишение специального права управления транспортным средством от 30 и соответственно чем больше скорость тем больше штраф и больше летняя пора это тот период когда дети начинают кататься на роликах на велосипедах некоторые на мотоциклах и на других сейчас гаджетов очень много вышло современных скажите пожалуйста вот что следует учитывать при обучении детей ну например езде на велосипеде давайте возьмем элементарно на велосипеде в первую очередь это его экипировка должна быть чтобы себя обезопасить обезопасить ребенка потому что в любой момент ребенок может не справиться с управлением и упасть и повредить не только тело но и голову второе это при выезде на проезжую часть учитывать движение транспортных средств если двигаться уже у нас улицы эти узкие и транспортные средства иногда бывает приезжают очень быстро но видя что движется велосипедист они сбавляют скорость хоть это радует честно говоря но и велосипедисту и ребенку если он двигается он должен двигаться навстречу транспортного средства не за ним а навстречу велосипедист получается такой же участник дорожного движения в том числе и на электроскутерах самокатах такая же картина очень часто кстати сказать получается так что те кто пользуются электроскутерами сбивают пешеходов это участились эти случаи я знаю точно была свидетелем поэтому и говорю скажите пожалуйста что тут нужно знать тем кто идет в ногу со временем я хотел еще добавить велосипедист особенно ребенок при переходе дороги допустим он должен переходить не только в положенном месте на велосипед но и слез но и слез с него не только с велосипеда но и с самоката или скутера чтобы перейти в проезжую часть это обязательно потому что это тоже элементарные правила да так мотоциклисты да конечно обязательно и про мотоциклистов поговорим Георгий Георгиевич насчет велосипедистов хотел бы добавить что велосипедисты имеют право если нет велодорожки специальные ехать не по тротуарам как и электросамокаты и тому подобное ехать по правой полосе движения у них есть один метр учитывая дорожную обстановку также насчет детей родители должны покупать по возрасту велосипеда не покупать сразу горный какой-то большой велосипед который ребенок не может нормально управлять ну и соответственно присутствие родителей насчет электросамокатов уже если электросамокат более 500 ватт или скорость его превышает 25 км в час водитель который управлен также считается водителем как велосипедист должен получить разрешение должен получить да у него должна быть категория АМ АМ либо должен пройти курсы в автошколе получить сертификат о том что он прошел курс либо иметь другую любую категорию в случае если человек водит мотоцикл тут какие правила должен знать мотоциклист такие же что и водитель благо мотоциклов в наше время становится меньше в мою подростковую нет мне кажется что меньше я встречаю меньше как будто бы мотоцикл должен быть зарегистрирован установленном порядке он должен быть проверен на тихосмотр должны быть сделаны документы водитель должен иметь водительское удостоверение соответствующей категории быть одетым светоотражающий жилет в шлем и включенный свет фару у него круглый год должен быть также не должен перевозить пассажиров если пассажиры находятся в состоянии алкогольной пеники водитель не должен управлять транспортным средством либо перевозить крупногабаритные грузы которые могут как-то помешать Владимир Ильич добавите что-нибудь не соблюдать правила дорожного движения как обычно возвращаемся к элементарным так и все водители я знаю что часто у вас проходит операция мотоцикл и у нас есть сюжет на эту тему внимание на экран сотрудники полиции в течение 7 месяцев активизируют контроль за поведение мотоциклистов на дорогах в этот период они будут проверять техническое состояние мотоциклов и документировать нарушения допускаемые мотоциклистами данная операция проводится в целях предотвращения дорожного транспортного происшествия а также дисциплины водителей как мотоциклов так и мопедов которые нарушают правила дорожного движения в частности управляют мотоциклом без права обладания управлением транспортным средствами либо без соответствующей категории управления данного вида транспортного средства многие мотоциклисты управляют без мотошлема в состоянии алкогольного опьянения также многие мотоциклы не проходят технический осмотр транспортного средства что не позволяет им эксплуатировать их дорожное движение в ходе проведения спецоперации мотоцикл сотрудниками полиции может быть остановлен любой водитель мотоцикла и мопеда который будет проинформирован о том что проводится операция а также с которым будет проведена беседа и призыв со стороны полиции соблюдать правила дорожного движения и самое главное не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения правоохранительные органы также будут проверять права на управление этими видами транспорта а также штрафовать мотоциклистов и водителей мопедов за нарушение водители которые нарушают правила дорожного движения а именно управляют без права обладания транспортного средства либо в состоянии алкогольного опьянения либо Если транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке, данные мотоциклы задерживаются на спецпарковку, а водители уже привлекаются к ответственности. Согласно Кодекса о правонарушениях, управление транспортным средством, не имея соответствующей категории, влечет за собой наложение штрафа в размере 900 до 1500 леев. А за вождение в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф от 17,5 тысяч леев до 25,5 тысяч. Или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 40 до 60 часов, с лишением в обоих случаях права управления на срок от 6 месяцев до 1 года. Мария Статова, Александр Вглеков, Ирина Резунец, Новости ГРТ. Мы вернулись в студию, уважаемые гости. Георгий Георгиевич, скажите, пожалуйста, насколько нам стало известно, что с сентября будут изменения, да? Скажите, пожалуйста, расскажите об этом, если можно. Так, с 7 сентября будут изменения, в частности, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ужесточатся они, да? Ужесточатся, да. До момента, как было в репортаже, штраф составлял от 17 до 25 тысяч лей. То есть, если концентрация не будет превышать 0,37 миллиграмм на литр, штраф поднимется от 25 до 50 тысяч лей, с лишением права управления транспортным средством от 6 месяцев до 3 лет. Также уголовное наказание изменилось, изменяется. 7 сентября в топе силу. До сих пор было предусмотрено часы работ и аннулирование права управления транспортным средством. Сейчас будет введен штраф от, по-моему, 750 словных единиц, от, боюсь ошибиться, от 75 тысяч лей до 150 примерно. Огромное. А также будут привлекаться, будут уголовная ответственность. Строже. Строже. От одного года до года. Я думаю, что об этом будет анонсировано заранее, мы еще об этом узнаем. Скажите, пожалуйста, вот если ребенок остается один дома? Какую беседу с ним нужно провести? Во-первых, никому не открывать. Особенно незнакомым лицам. Не играться с огнем, с электричеством. И в конце-то концов, зачем дома одного ребенка оставлять? Вы можете взять себя с собой или кому-то. Ни в коем случае его не надо оставлять дома. Это в первую очередь. Лучше дать бабушке или соседям, чтобы они... Если вам неудобно его брать с собой, лучше так сделать. Но дома его ни в коем случае не надо оставлять. Ну, Владимир Ильич, это понятно. Да, я тоже так считаю. Но, возможно, у жителей есть разные ситуации. Скажите, пожалуйста, вот как часто нужно звонить ребенку, допустим, если он остался дома? И как его контролировать еще? Вот такой вопрос я вам говорю. Ему нужно научить отвечать на телефонные звонки, во-первых. И чтобы он сам звонил. Чтобы умел набирать телефон отца, матери, бабушки, дедушки. Раз уж мы заговорили о том, что нужно научить ребенка пользоваться телефоном, как важно контролировать своих детей, чтобы они не заходили на те сайты, куда они надо. Это очень важно в нынешнее время. И как важно контролировать, с кем общается твой ребенок? Ну, во-первых, необходимо, если вы даете свой телефон, ребенку поиграть. Или у него есть уже свой личный, такое часто бывает. Установить приложение, где ребенку запрещено заходить на неположенные сайты, можно так сказать, в кавычках. И что еще сказать? Следить, куда он заходит, делать ему замечания. Держать все под контролем? Держать под контролем, как в вежевых рукавицах, потому что он маленький, молодой. Он впитывает всю информацию, как губка. И потом тяжело от этого избавиться. Владимир Ильич, скажите, пожалуйста, вот есть, может быть, какая статистика у вас? Вот в управлении полицией чаще всего с какими жалобами обращаются? Наверняка есть какая-то... Обычно сбегают с дома. Подростки? Подростки сбегают. И почему это чаще всего бывает? Потому что они оставались в детстве без попечения своих родителей. Они на бабушке, на дедушке. Родители находились за границей. То есть воспитанием занимались бабушка с дедушкой. Или чужие люди, да? Или чужие люди. И не говорили, не учили морали, как себя вести. Эти молодые люди хотят увидеть больше в жизни. И показать, что они, 12-летние, могут справиться лучше, чем взрослый человек. В первую очередь необходимо, чтобы наши отцы, матеря не бросали своих детей на произвол судьбы. Да, и нужно пополнять бюджет, нужно расти детей. Но не таким образом, чтобы дети оставали сами по себе. Владимир Ильич, скажите, пожалуйста, еще один у меня такой вопрос. Когда, какой период времени нужно выждать для того, чтобы написать заявление о том, что подросток ушел и не возвращается, например, до определенного срока? Потому что я знаю, что там всегда менялось время. Что касается детей, если ребенок вечером не пришел домой, уже сразу поднимайте кипиш. Обращайтесь в полицию сразу же. Если ребенок сказал, что будет в это же время, и он не отвечает на ваши телефоны, звонки, или он сказал, что пошел гулять с другом, подругой, и подругой говорит, или друг, что он уже пошел домой, сразу поднимайте кипиш. Лучше... Бить тревогу стоит заранее, да? Конечно. Особенно с детьми это еще касается. Да, со взрослыми там есть другие моменты. А вот ребенок это... Личный пример одного из членов семьи, ну, конечно же, старших по возрасту, важен для подростков, для детей? Конечно. Он всегда важен. Потому что, я еще раз говорю, ребенок это губка, которая впитывает в себя и хорошее, и плохое. Поэтому всегда необходимо малым детям показывать всегда хороший пример. Они, как ни странно, если что-то плохое, что-то сделал, они это больше помнят, чем хорошее. Ну, так, наверное, устроена психика. Ну, это и не только воспитание в семье. Это воспитание идет и в дошкольных учреждениях. Это воспитание идет и в школьных учреждениях. Потому что, как мы будем воспитывать свое поколение, так и мы будем дальше ждать от них какой-либо помощи не только семье, но и своим близким, родственникам. И, в конце концов, нашему государству. Скажите, пожалуйста, Юргий Юрьевич, благодарю вас, Владимир Ильич. Перейдем к вам немножко. Какие меры необходимо предпринять, чтобы обеспечить безопасность пешеходов как одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения? Пешеходов? Да, вот мы, например, видим работу вашего управления во время, когда школьный период, да, вы стараетесь всегда быть у пешехода, контролировать, когда вот школьное время, когда дети, перебегая дорогу, идут в школу, возвращаются со школы. А вот в летний период еще? Все начинается с обучения. В первую очередь родители, как я ранее сказал, мы проводили обучение в школах. Мы обратили внимание, что в самих, даже в детских садах, в школах проходят специальные уроки по подготовке детей, переходу дорог и правилам дорожного движения, нахождение на водоемах. Все достаточно. В школах это мы ходим в школы, предупреждаем, делаем профилактику, общаемся. Да, мы видим, и брошюры раздаете, информацию. Да, и по школам тоже ходим, и ходим именно в классы, с детьми общаемся, рассказываем, как себя вести на воде, на дороге. И на площади часто раздаете, я видела, да. И на площади. Очень много моментов, что касается воспитания нашей молодежи. Осталось только их соблюдать? Да. Осталось только получить информацию и правильно ее пользоваться? Делали совместные мероприятия с автошколой на правил соблюдения дорожного движения, где они являются активными участниками и сами изъявляют желание, иногда организовывают и просят на нашу помощь. Это Константинов Сергей, автошкола напротив лицея. Очень активный участник. Да, он всегда такой за то, чтобы как можно больше людей соблюдали правила дорожного движения, активно участвуют в этом. Скажите, пожалуйста, вот как быть простому жителю нашей страны, да, который переходит дорогу правильно, в правильном месте, по зебре, да, по установленным законам порядки. И тут, откуда ни возьмись, появляется лихач, который не соблюдает правила дорожного движения и, можно сказать, едет несмотря на то, что ты уже совершаешь проход по пешеходу. Как быть в этот момент пешеходу? Меня всегда волнует этот вопрос. Если в тот момент нет даже камер видеонаблюдения именно на том участке. Нет, ну, конечно же, постараться... Зафиксировать не успеет человек, да, например, было бы удобно. В любом случае он должен позвонить на службу 112, сообщить о данном факте, запомнить желательно номера транспортного средства. Служба 112 дает нам информацию, после чего мы в попутном направлении находим транспортное средство. Также приезжаем на место правонарушения, человек пишет заявление, на основании заявления. Сегодня я стала свидетелем... Я хотел бы добавить. Да, пожалуйста. Я хотел бы добавить. Дело в том, что иногда и пешеход сам виноват. Бывают такие моменты. Потому что он, выходя на прежнюю часть, не смотрит налево, направо. Он видит, что вот есть зебра, пешеходный переход. Не убедившись в том, что... Что его видят, да? Что его видят, он начинает движение, переходить в дорожное движение. Естественно, что водитель не может и не отреагировать на данный момент, что пешеход начал свое движение. Машина получит технические повреждения. Это незначительное. И это исправить можно? Это исправить можно. Но дело в том, что это человек, который по своей, грубо говоря, халатности, не посмотрев, нет ли транспортного средства, которое может помешать, повредить ему состояние здоровья, он может получить увечья. И увечья может получить на всю жизнь. Нужно убедиться, да? Конечно. Еще раз убедиться, остановиться. Пешеход всегда прав, но запомните, он может получить увечья. Машину можно сделать так. Согласна, я сегодня стала свидетелем такого момента. Я переходила дорогу, вот, как вам говорю, в положенном месте, держа ребенка за руку. Естественно, в другой руке у меня был пакет. Я хожу обычно быстро, я не делала это специально, не замедляла шаг. И мои глаза увидели почему-то водителя, повернулась, который жестикуляция мне показывала, что быстрее, двигайтесь быстрее. Вот, что стоило тут мне ответить в рамках закона? Ну, если какое-то время, да, то есть мы все участники дорожного движения, все должны быть друг к другу солидарны. Мало ли бывает такое, проходит человек дорогу в установленном законном порядке. Может случиться много чего, да, проблема с обувью, оступиться, что-то уронить. Нет, определенного времени нету. Но так же, как и пешеход, не должен затруднять движение. Он должен как бы пройти с свободным шагом и не ходить туда-туда. Либо вот он переходит дорогу, что-то забыл, перешел обратно, потом обратно. Спокойным шагом. Без конфликтов, да? Без мораль, без этикет. По совести. Да, просто по совести. Так, следующий мой вопрос будет такой. Вот что делать родителям? Я задаю этот вопрос вам, Владимир Ильич. Вот если, например, они замечают, что ребенок ведет себя как-то неправильно, да? Как будто бы у него есть какие-то проблемы, он волнуется. Вот они, например, подозревают, что их ребенок попал в сложную ситуацию. Найти, я считаю, что необходимо найти компромисс, установить причину, почему он такой, почему он себя так ведет. Если у одного из родителей не получается, то к психологу обратиться, в конце концов. Ну, таким образом, чтобы еще больше не наградить ему. Лучше пообщаться с ним. Найти подход. Найти определенный подход. Каждому ребенку есть свой подход. И в завершении, наверное, нашей программы я бы просила каждого из вас, вот какой бы вы совет дали родителям для того, чтобы они тщательно подготавливали досуг для своего ребенка во время летних каникул. Или какую беседу нужно провести с ребенком. Все-таки я склоняюсь к тому, чтобы как можно больше информации получали наши дети. Ведь ребенок, который впитывает в своем возрасте информацию как губка, впоследствии становится добропорядочным гражданином, который не только не будет нарушать правила дорожного движения, правила дорожного поведения, но и другие установленные правила по закону Республики Молдова. Согласно законодательству Республики Молдова. Я думаю, во-первых, родители должны на своем примере показывать, как правильно действовать в определенных ситуациях. Тот же переход дороги, помочь какому-то человеку другому перейти дорогу. Потому что дети на самом деле впитывают. И когда ребенок увидит на примере отца либо матери данное действие, он будет повторять. Как плохое, так и хорошее. Плюс стараться в информацию, да, побольше информацию, но по возрасту. Стараться объяснять ребенку, как правильно, если даже увидели, не ругать ребенка сразу. Стараться спокойным тоном объяснять, как правильно поступить, как нехорошо. Где-то вознаграждать ребенка за его правильное поведение. И я думаю... Благодарю вас, Георгий Георгиевич. Владимир Ильич. Ну, у нас летний период. Период отпусков, жары. Поездок за границей, отдыха. Что пожелать? Я хотел пожелать родителям, чтобы не оставляли своих детей без присмотра. Где бы вы ни находились, за границей, дома, на водоемах особенно. Желательно не оставлять их одних дома. Если вам неудобно, то брать его с собой, определить какой-то клуб. Занять, да, чем-то? Да, чем-то занять ребенка, чтобы он не оставался, чтобы он был постоянно чем-то занят. Чем ребенок занятее, тем у него больше остается времени на глупости, можете рассказать. Благодарю вас, уважаемые гости, за то, что были сегодня с нами в рамках сегодняшней нашей программы. Спасибо вам за приглашение. Для наших телезрителей я хочу отметить, что сегодня у нас в гостях были Владимир Якимов, старший офицер службы предупреждения управления полиции Гагаузи, а также Георгий Горелко, старший субофицер управления патрулирования ЮГ. Берегите себя и своих близких, оставайтесь с нами на канале ГРТ, у нас всегда интересно. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok